Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Историческое достояние многонационального города и живая история в камне. В Самаре на улице Алексея Толстого открылась после реконструкции мечеть. На самом деле ей уже 130 лет. Ее построили в 1891 году. Но в годы советской власти здание забрали у мусульман. Там размещались детский дом, детский сад. Верующим мечеть вернули только в нулевые годы. А с тех пор долгое время шла реконструкция. И вот мечеть снова открыла свои двери для прихожан. Подробности в нашем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Архитектурная жемчужина Самары на улице Алексея Толстого после долгой реконструкции открыли историческую мечеть. Здание построили в 1891 году, но у него была непростая судьба. Спустя 130 лет мечеть принимает прихожан в том облике, который изначально и был задуман. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, верховные муфтий России Талгат Сафата Джуддин, муфтий Самарской области Талиб Хазрат Ерулин и другие почетные гости. В конце 19-го – начале 20-го века мечеть была центром мусульманской жизни Самары и губернии. Но с приходом советской власти здание переоборудовали сначала в детский дом, а потом в детский сад. Только в 2005 году мечеть вернули верующим. И с 2008-го началась работа по ее восстановлению и реставрации. В возрождении объекта приняли участие представители Самарской мусульманской общины, бизнесмены и все неравнодушные люди. Серьезную поддержку в реконструкции оказала губернатор Дмитрий Азаров. Это здание, безусловно, сегодня украшает столицу нашего региона – Самару. Уникальное архитектурное творение исторической мечети является региональным памятником. И я очень рад, что сегодня собралось столько людей, что приехали наши дорогие гости, чтобы разделить с нами эту радость. И, конечно, я хочу в первую очередь поблагодарить всех, кто принял участие в восстановлении и реставрации мечети. Огромное вам спасибо! Восстановление этой мечети и других храмов. Сколько в него вложены силы, любви и радостей. Даже солнце выглянуло. Поэтому это восстановление нас, самих себя. Чтобы не было, жизнь она проходит, а ценности они вечны. Успеть передать детям, внукам и правнукам. Пусть самара процветает, цветущий край нашей великой отчизны России. В процессе реконструкции укрепили фундамент старого здания мечети, заменили инженерные сети, установили вентиляцию и пожарную систему, провели отделку фасада и внутреннюю отделку помещений. К исторической части мечети пристроили двухэтажное здание с куполом и 38-метровый минорет с видом на Волгу. Для мусульманско-татарского общения это здание очень важно, потому что это является таким памятником, который говорит о том, что здесь ислам татар на берегах Волги, в нашей Самаре, они уже веками живут. Что мне больше всего понравилось, вот этот старый уголок, старый участок этой мечети оставили без изменений. По сути, логически, наверное, было бы красиво, если она была бы вся в белом цвете, но я думаю, в этом и фишка, чтобы все люди помнили, знали, насколько было тяжело изначально и как хорошо сегодня. То есть, чтобы они не забывали о благодарности Всевышнему за все блага, которые есть сегодня. И в то же время это напоминание об истории, потому что, ну, я думаю, история, это сила истории, она воспитывает нашу молодежь. Историческая двухэтажная мечеть вмещает от полутора до двух тысяч прихожан. Глаз радуется, смотришь на мечеть, поэтому, я думаю, это как бы важно и для Самары, самарский облик, то, что она улучшает, и вообще для всех людей, кто здесь и живет рядом, такая красивая мечеть, я думаю, это как бы и большое сегодня событие, не ожидал, что столько людей соберется. Я как к ней появилась, мне сразу показалось, что это мое место, она мне очень нравится, мне очень нравится вот эта арабская вязь, по всей видимости, все-таки зов крови есть, потому что я сама мусульманка, татарка, мне очень нравится. Мы уже прошлись по всем этажам, мы посмотрели, оценили. Говорят, лучший враг хорошего, лучше не надо того, что построено и создано, вот как Аллах дал людям мысли, вот так они это и произвели. Работы по развитию исторической мечети и прилегающей территории продолжаются. В будущем здесь планируют открыть спортивный зал, учебные заведения, проводить мастер-классы и занятия для детей. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, События. В соответствии с планом и графиком, 7755 многоквартирных домов уже подключили к теплоснабжению. Об этом сообщили на еженедельном совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Напомню, отопительный сезон стартовал в Самаре 27 сентября. В первую очередь подачу тепла организовали в объекты социальной сферы, общеобразовательные и дошкольные учреждения, объекты культуры и здравоохранения. Тему продолжит Ольга Павлова. Обеспечить теплом каждый самарский дом – основная задача властей города и профильных ведомств. Отопительный сезон стартовал 27 сентября, и всего за неделю количество домов, подключенных к теплоснабжению, удалось увеличить вдвое. В первую очередь обеспечить горячими батареями старались объекты социальной сферы. Они были разбиты на две категории. Первая – это объекты здравоохранения, опеки, детские сады, школы и дома ребенка. Более 99% из них на сегодняшний день подключены к теплу. Во вторую категорию попали объекты доп. образования, культуры, вузы и СУЗа столицы региона. Готовность этой категории соцсферы – почти 73%. Кроме того, из 10195 многоквартирных домов – 7755 также уже обеспечены теплом. Это составляет 76%. Работа по запуску продолжается. В сегодняшний момент, если говорить, температура среднесуточная составляет 12,8 градусов. Пока проблематики особой нету, работа по включению продолжения. Перед началом отопительного периода управляющими и обслуживающими организациями были выполнены работы по промывке и опрессовке тепловых систем, ремонту внутридомовых систем отопления, ремонту кровли и межпанельных швов, а также по восстановлению теплоизоляции трубопроводов. Жители Самары просят обратить внимание на то, что технологический процесс по подключению к теплу не одномоментный и занимает около двух недель. Все возникающие вопросы будут решаться в оперативном порядке и адресно. Не остаются в этот период без внимания и работы на объектах ремонта и технического перевооружения теплотрасс, которые сейчас находятся в завершающей стадии. Благодаря инвестициям, привлеченным в рамках реализации модели тарифа образования «Альткотельная», за лето и начало осени выполнен большой объем перекладок. Если говорить по объектам, которые были у нас в постановлении, это 12 основных и 8 дополнительных объектов, 20 по перекладкам техническому перевооружению. На сегодняшний момент по 5 объектам благоустройства работа закончена, благоустройство восстановлено в полном объеме. Из оставшихся 15 объектов работы ведут на 12 по благоустройству и на 3 по сборке монтажных схем и устройству каналов. В департаменте городского хозяйства и экологии отмечают, что работы, которые проводят на теплотрассах, не повлияют на запуск отопления. В некоторых случаях подача тепла будет осуществляться по временным схемам, с которых затем переключаются на постоянные. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Специалисты департамента транспорта рассказали, как будет организовано движение по улицам Новосадовой и Полевой в связи с частичными ограничениями. Напомню, с 8 октября один из оживленных городских перекрестков перекроют на 39 дней из-за строительства станции метро «Театральная». Как пустят общественные транспорты и для чего вводят ограничения, узнал Михаил Ермоленко. Пересечение улиц Полевой и Новосадовой – один из самых оживленных перекрестков в городе. Через него проходят 8 маршрутов. В основном это льготный общественный транспорт, но есть и коммерческий. На линии больше сотни автобусов. Профильный департамент разработал временную схему движения с учетом ограничений, которые появятся на перекрестке Полевой и Новосадовой ориентировочно с 8 октября. Порядок движения по маршруту и перечень улиц для объезда перекрестка согласовали таким образом, чтобы минимизировать неудобства для самарцев. «Когда автобус идет в город, он не проходит вот этот вот участок по Новосадовой, не пересекает Полевую, там не идет дальше. А заранее с Новосадовой поворачивает направо на Первомайскую и таким образом объезжает далее по Молодогвардейской этот участок. Когда маршруты идут в обратном направлении из города, они двигаются по улице Самарской, потом поворачивают на Чкаловскую и потом по Ленинской на проспект Ленина выходят, ну и дальше также выскакивают, потом на Новосадовую». На 39 дней ограничений движения на перекрестке Полевой и Новосадовой, а также на близлежащих дорогах скорректируют и работу светофоров. Специалисты займутся этим на текущей неделе до наступления выходных. Корректировка работы светофоров нужна, чтобы избежать образования заторов на дорогах. Жители города просят с пониманием относиться к предстоящим неудобствам. А сами горожане говорят, главное, чтобы строительство метро шло качественно и в соответствии со сроками. Самарцы с нетерпением ждут театральную. «Конечно, нужно потерпеть, воспользоваться пешком. Можно ходить. Я живу здесь недалеко, поэтому я думаю, что мне будет, конечно, некомфортно, неудобно. Но ради такого проекта, конечно, надо закончить строительство этого метро». «Если нужно, то придется потерпеть, зато у нас будет метро. По работе часто езжу здесь. Ну, здесь центр города, поэтому я думаю, что тут достаточно всегда плотное движение. Если что, потерпим». Напомним, ограничение движения на перекрестке улиц Полевой и Новосадовой вводят в связи со строительством новой станции метро «Театральная». Последней на первой ветке. Специалистам сначала предстоит перенести все инженерные коммуникации, проходящие под землей. Это касается водовода, кабельных сетей, а также ливневых канализаций. Работа масштабная, и выполнить ее без ограничений движения невозможно. Чтобы к концу текущей недели любой горожанин мог определить для себя удобные пути объезда, и перекрытие не поставило никого в тупик в прямом и переносном смыслах, организует оповещение населения. Актуальную информацию планируют доводить с помощью объявлений в салонах, которые будут звучать из автоинформаторов. Специалисты подчеркивают, что после завершения строительства первой ветки и ввода в эксплуатацию новой станции «Театральная», интервал движения поездов подземки сократится с 12-15 минут до 5-8. И добраться с окраин Самары до центра города можно будет за 20-25 минут. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей территориальных органов МВД. Одним из них стал Игорь Иванов. Его назначили начальником ГУМВД России по Самарской области. Соответствующий указ президент подписал 26 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте МВД. Игорь Иванов работает в органах внутренних дел более 30 лет. До назначения в Самару занимал должность начальника полиции в Кемеровской области. Также получил специальное звание генерал-лейтенанта полиции. В Самарской области заработал чат-бот по вопросам частичной мобилизации. Он действует на базе мессенджера Телеграм. Информацию озвучили власти губернии. С помощью бота жители региона смогут найти ответы на интересующих вопросы. К примеру, узнать, кто подлежит призыву, какое социальное обеспечение для них предусмотрено. Бот позволяет заменить звонок на горячую линию. В нем найти нужную информацию можно круглосуточно. Чтобы узнать все необходимое, достаточно просто написать в чат. Также с 29 сентября в регионе начала действовать рабочая группа по вопросам частичной мобилизации. Участники будут рассматривать обращения жителей. Они днем подменяют папы-мама, а также становятся для детей проводниками в мир профессий и увлечений. Лучшие представители образовательной сферы Самары встретились на торжественном собрании в честь предстоящего Дня Учителя. Педагогам и воспитателям вручили награды глава города Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Деоктев. О том, кто каждый день помогает юным горожанам, расскажем в следующем сюжете. Настоящие профессионалы своего дела. Лучшие педагоги и воспитатели собрались в зале на празднике, посвященном Дню Учителя. Они имеют признание не только среди коллег, но и среди своих учеников. Одна из них Наталья Милунова, учитель химии и биологии. Уже 34 года она преподает естественные науки. Средний балл ее учеников на экзаменах стабильно выше 70. Занимается со школьниками и внеклассной работой. Не раз сопровождала ребят на профильные экологические смены в оздоровительные центры. Сегодня за работу ее наградила глава Самары Елена Лапушкина. Во-первых, это быть человеком. Это первое. Уметь видеть детей, понимать их в обязательном порядке, потому что дети разные и каждый менеджерный подход. Нужно быстро сориентироваться, что сказать этому ребенку в сложный момент. И, конечно же, поддержать его, когда у него какое-то торжественное мероприятие. Всего на торжественном собрании в честь Дня Учителя в Самарской филармонии глава Самары Елена Лапушкина наградила 8 педагогов благодарственными письмами и почетными наградами. И я вас всех, абсолютно всех, и ваши коллективы поздравляю с профессиональным праздником, с Днем Учителя. От души желаю каждому из вас здоровья и счастья. Пусть у нас будет мир, доброта и, конечно, наши благодарные ученики, которыми вы будете гордиться долгие-долгие годы. С праздником, друзья! Награду учителям вручила председатель Самарской городской думы Алексей Деоктев, а также представители регионального министерства и городского департамента образования. Для учителей и воспитателей подготовили и праздничный концерт. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Питание детей в образовательных учреждениях Самары обсудили депутаты городской думы. Речь шла об оснащении пищеблоков и обеденных залов в школах, где проводился ремонт. Подробности в нашем сюжете. Итоги совместного выездного заседания Комитета по образованию и депутатского объединения «Единая Россия» обсудили на заседании в городской думе. Речь шла об исполнении сроков поставки товаров для оснащения пищеблоков и обеденных залов в школах, где проводился капитальный ремонт пищеблоков. Напомним, Самара третий год участвует в соответствующей региональной программе модернизации. Несомненно, проведена колоссальная работа. В первую очередь, это принципиальное решение главы региона, который один из первых в Российской Федерации принял решение о отдельной программе по пищеблокам. 28 пищеблоков было капитально отремонтировано с технологическим оборудованием, с мебелью для столовой и соответствующими коммуникациями. Параллельно сегодня мы обсуждали вопросы по качеству питания, потому что мы посмотрели ряд школ уже в этом году, дали свои рекомендации по улучшению питания. Депутаты городской думы призвали руководителей образовательных учреждений обратить пристальное внимание не только на внешний вид столовых, но и на то, как проходит процесс приготовления и подачи пищи. Меню должно соответствовать ГОСТам, а блюда не должны смешиваться в тарелках во время выдачи. В Самаре продолжается работа по программе ОСВВ, что означает отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск бездомных животных. Теперь специалисты выезжают на отлов собак на специально раскрашенных автомобилях, чтобы у граждан не было сомнений, что животных забирают на законных основаниях. Светлана Тимофеева расскажет подробности. Каждую машину обитатели приюта встречают громким лаем. Ловцы привезли новых животных. Взрослых собак вгружают вместе с клетками, а щенков несут на руках или в коробке. К сожалению, многие думают, что те, кто занимается, со словом, бездомных животных – жестокие люди. Но это совсем не так. Очень важно, конечно. Мы собак оберегаем, как сказать, от злых людей и добрых людей от злых собак. Ну, видишь, как у нас здесь. Они у нас и живут здесь, и радуются жизни. Мы оберегаем их. На сегодняшний день в службе по отлову бездомных животных работают четыре основные машины и две вспомогательные. Чтобы люди не сомневались в добрых намерениях, ловцов на автомобиле нанесли специальную раскраску. Чтобы процедура отлова была максимально гуманной, сотрудники службы проходят специальное обучение. Для меня тоже был такой важный момент, чтобы люди все были зрелые, чтобы они понимали, как общаться с людьми, чтобы они любили собак. И все-таки не смешивали отлов и какие-то личные мотивы негативные по отношению к животным. Поэтому отбор у нас был достаточно серьезный. И сейчас я считаю, что, видя, как каждый день ловцы уже привезли собак, высаживают их, с ними разговаривают. Там иногда я застаю их за тем, как они обнимаются со щенками. Оказавшись в приюте, собаки проходят ветеринарный осмотр. Если животному требуется медицинская помощь, его лечат. Всем четвероногим делают операции по стерилизации и прививке от бешенства. Затем каждая собака получает специальную бирку, которые впоследствии помогают отследить судьбу животного. Нередки случаи, когда люди приезжают в приют и забирают четвероногих в семью. Мы их стараемся выкормить, вырастить. И в дальнейшем уже, естественно, попытаться щенкам найти дом, чтобы они обрели семью, потому что очень много людей приходят к нам, интересуются. А можно мне вот... Я вот не хочу взрослую собаку, я вот именно хочу щеночка. Случается, когда уже чипированные животные возвращаются в приют. Это происходит, если собаки проявляют агрессию по отношению к людям. В таком случае они остаются под присмотром специалистов до конца своей жизни. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Кубок мира по пауэрлифтингу разыграли в Самаре в эти выходные. Соревнования такого уровня в нашем городе прошли впервые. За трофеем приехали порядка 200 спортсменов из России, Ирана и Казахстана. Наш регион представляли троеборцы Самары и Новокуйбышевска. Рекорды записали наши корреспонденты. За кулисами Кубка мира по пауэрлифтингу полным ходом идет разминка. Мастер спорта международного класса Александр Гугников готов и на этот раз завоевать главный трофей года. Его рекорд в жиме лежа 170 килограммов. Сейчас планирует поднять только 160. Силушку богатырскую немного потерял в борьбе с коронавирусом. Однако и с таким весом на штанге он вне конкуренции. Соперники могут рассчитывать максимум на 140 килограммов. Выступает Александр Гугников в паралимпийской категории. Попал в нее после автокатастрофы, но со спортом не завязал. Я раньше как бы этим немножко занимался до травмы. И для меня это было близко. Коревнований очень много, но побеждал. Побеждал. Кубки СНГ, Кубок России, Кубок мира, Чемпионат мира, Евразия, Европа. Жена даже уже медали в сумочку складывает, говорит, что стенка скоро обрушится. На Кубке мира по пауэрлифтингу Самарская область представляла сборная региона, в составе которой команда паралимпийцев из Новокуйбышевска крепкое звено. Из семи богатырей четверо мастера спорта – Антон Попов, Дмитрий Дробин, Андрей Исаев, Алексей Сурков. Они готовы поделиться опытом с начинающими паралимпийцами от 14 лет и старше. С радостью примут в команду новых спортсменов для тренировок и выступлений на соревнованиях – от городских до международных, как и этот Кубок мира. Мы хотим, чтобы к нам люди приходили, все, у кого, скажем так, есть какие-то проблемы по здоровью, причем неважно, если человек может что-то делать, заниматься штангой, допустим. То есть у нас основное направление – это жим штанги. Самое главное, чтобы было желание заниматься, то есть участвовать, принимать активный образ жизни, да, и быть членом команды. Тон международному турниру в Самаре задавали классики пауэрлифтинга. На помост выходили как мужчины, так и женщины. Самарский слабый пол оказался на редкость сильным. Штангу поднимали более центнера. Кубок мира по пауэрлифтингу в Самаре собрал на помосте порядка 200 атлетов из России, Ирана и Казахстана. Для популяризации силового троеборья организаторы расширили программу выступлений. Кроме жима лежа, приседаний и становой тяги были подтягивания, подъем на бицепс, отжимания на брусьях, кистевой жим. В каждой номинации определился свой обладатель Кубка мира и призеры. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале администрации промышленного района сообщают, что с 1 октября в Самарской области появилась возможность получить все услуги службы занятости в электронном формате. Услуги по организации, профессионального обучения, содействию безработным в переезде, профориентации и другие будут доступны на портале «Работа в России». Помимо нашего региона, на электронное оказание услуг в сфере занятости перейдут еще 9 областей. С 2023 года планируется переход всех регионов страны на работу в электронной форме. При этом возможность личного посещения центра занятости населения и получения услуг в вождь на формате остается. Способ взаимодействия можно будет выбрать самостоятельно и гражданину и работодателю. Администрация Октябрьского района сообщает, что с 1 января в России будет введено универсальное пособие. Оно объединит действующие меры поддержки семьи с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку. Оператором универсального пособия станет Социальный фонд России. Преимущество. Единые правила для выплат от момента ожидания ребенка до его 17-летия – рост поддержки для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100% регионального прожиточного минимума. Возможность получать поддержку из бюджета на детей до 3 лет вне зависимости от очередности его рождения. Универсальное пособие будет назначаться с применением комплексной оценки нуждаемости. Как сейчас уже назначаются выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17. Администрация Ленинского района приглашает жителей принять участие в конкурсе «Символы Великой России-2022». Это областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества. Участие в нем могут принять авторские группы, учащиеся коллективы детей в возрасте с 10 до 18 лет, учреждения общего, среднего и дополнительного образования. Регистрация через навигатор дополнительного образования Самарской области. Заявки принимаются с 17 октября по 4 ноября. Субтитры создавал DimaTorzok Наш выпуск подошел к концу. Берегите себя и своих близких. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok